Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава «Премудрости Соломона» неканонической книги Ветхого Завета, которую я читаю для библейского портала «Экзегет» в синодальном переводе. И третья глава продолжает вторую. Во второй у нас был такой яркий, красивый, выпуклый портрет неправедных людей. Которые рассуждают жизнь коротка, быстротечно, поэтому давайте брать от жизни все. Для того, чтобы нам хватило средств, на это давайте притеснять всех подряд. А вот праведники не так. И поэтому люди, которые вот так рассуждают, они ненавидят праведников и стараются, что называется, испытать Бога на их примере, подвергнуть праведников оскорблениям, мучениям, даже смерти, чтобы видеть, придет ли Бог их спасти, или так как-нибудь обойдется. Ну, а в чем настоящая награда праведников? В том ли, что Бог их всегда спасает от руки нечестивцам? По опыту знаем, что нет. В том, что Бог им не дает никаких неприятных моментов в жизни. Книга Иова есть о том, что дает, допускает, чтобы это с ними случалось. И заканчивается вторая глава очень красивыми словами. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но зависть у дьявола вошла в мир смерти, и испытывают ее, принадлежащие к уделу его. Именно зависть у дьявола вошла смерть мира. Это толкование, конечно, на рассказ о грехоподении в книге «Бытие». Так что же праведные? В чем их награда? А души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. Мучение, какое в этой жизни, довольно часто бывает так, что праведников мучают. Значит, наверное, мучения в вечной жизни, они в руке Божьей, то есть он их держит на ладони. В глазах неразумных они казались умершими, исход их считался погибелью и отшествия от нас уничтожением. Ну, умерли они, да, все, нет их. Но они пребывают в мире. В мире имеется в виду мир, который благоденствие, а не мир, как вселенная. Ибо хотя они в глазах людей наказываются на надежды, их полна бессмертия, и немного наказаны, они будут многооблагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. То есть смерть праведника, она, словно наказание, здесь, может быть, даже не очень подходит, но некоторая печаль, неприятность, некоторое горе, которое происходит, это все временное, а, соответственно, награды вечные. И цель этих неприятностей – это испытание человека. Во время воздаяния им они высияют, как искры, бегущие по стеблю, то есть будут яркими, иллюминация такая, да, как, не знаю, может быть, что-то там такое делали особенное, какие-то фейерверки своеобразные. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки, те самые праведники. Надеющиеся на него познают истину, и верные в любви прибудут у него, ибо благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Вечности они с Богом, если говорить, менее цветисты, чем наш очень поэтичный автор. Несчастивые же какомствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Не наоборот ли последовательность отступили от Господа и презрели праведного, но так же, как книга начинается, любите справедливость судьи земли и право мыслить о Господе. «Господь еще где, а вот ближний рядом и отношение к ближнему более наглядно показывает, как относится человек к Богу. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят рот их». Здесь, конечно, на первом месте мужчины. Ну, большинство все-таки книг Ветхого Завета говорит о мужчинах от имени мужчин. Женщина может каким-то образом, конечно, себя тоже в этом увидеть, но как бы во вторую очередь. А впрочем, кстати, о женах и детях. «Блаженно неплодная, не осквернившаяся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ». То есть женщина, которая не вступила в какую-то беззаконную связь, и не родила детей, что было позором в то время в обществе, и, скажем, родители, которые не могли родить долгое время, как там, скажем, родители Анны Крестителя, да, в Евангелии от Луки об этом сказано, они, ну, чувствовали себя ужасно, это позор, это бесчестье, это не просто что-то такое вот, ну, хочется, но не получается. А это свидетельство того, что они Богу не угодны. Вот здесь говорится, нет, почему же? А если женщина не родила, но сохранила себя, то она получит плод другой, блаженный явных, ну, то есть мужчина-кострат, не оставивший, конечно, потомства, не сделавший беззакония рукой и не помысливший лукаво против Господа, ибо даст ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. Вот и у него свой жребий. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. Что значит, корень мудрости неподвижен. А вот его не так-то просто вырвать, куда-то там выбросить. Дети при Любадею будут несовершенны, и семя беззаконного ложи исчезнет. Не всегда, конечно, так происходит, но вот это некий идеальный мир, где, соответственно, ничем хвалиться, если дети даже есть, но та связь, от которой они родились, беззаконна. Если будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничтою позднее, и старость их будет без почета. Да, старость иногда приходит без мудрости и почета, это верно. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец и неправедного рода. Ну, все понятно. Вот это такой спор с традиционным подходом, согласно которому многодетность, обилие детей, это всегда благо, к нему всегда надо стремиться. Благо, но не главное на свете. Четвертая глава продолжит эту тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!